всем привет ребята сейчас будет долгожданное видео от самого крутого биткоин ходлера боба лукаса я думаю многие из вас с ним знакомы но многие еще нет поэтому посмотрите его оно очень важно но скажем так долгосрочное думаю будет всем полезно скажет все само за себя лучше чем я так что погнали не забудьте подписаться если вам нравится крипто контент на оба наши канала ссылка на второй канал в описании поехали привет ребята с вами боб лукас это четырехлетнее путешествие и сейчас середина июня 2021 года два с половиной года с момента выхода первого видео и где мы сейчас находимся в районе 40 тысяч долларов что приблизительно в 10 раз выше чем где мы были два с половиной года назад во время первого видео это очень захватывающе для меня то что мы сейчас находимся на 10 иксах прибыли и это все еще середина этого бычьего рынка мы уже на 40 тысяч долларов ребята если вы мне два года назад сказать что мы будем на 40 тысячах это конечно было наше ожидание но знаете просто осознавать эту позицию сегодня это уже очень восхитительно очень круто здесь быть я не удивлен этому 50 процентному снижению мы уже видели такие 40 50 процентной коррекции ранее у нас также было 40 50 процентное снижение во время мартовской капитуляции после чего мы увидели такой восходящий аптренд который просто вынес всех вперед ногами всех неверующих и шортистов это движение на 6 иксов буквально за 6 месяцев так что у нас было что-то подобное в начале этого цикла вот здесь когда тоже немногие буквально единицы людей прокатились на борту этого ралли потому что многие были очень шокированы конечно 12 месячным медвежьим рынком так что если вы посмотрите на четырехлетний цикл биткойна от 12 месячного 85 процентного медвежьего рынка но если вы посмотрите на поведение этого четырехлетнего цикла он достаточно неординарно шел и он создал много препятствий людям к спокойному нахождению в позиции и сидению в ракете сегодня на 10 иксах профитов оттуда где мы были туда где мы сейчас в том числе из-за экстремальной волатильности которые мы видели в обе стороны очень резкие неоднозначные выносы потому что если вы сравните с предыдущим циклом то он был достаточно приятный и устойчивый даже по размеру этих свечек мы видим что у нас не было такой безумной волатильности были конечно 30 процентной коррекции но мы шли практически неизменно параболическом движении и удерживали экспоненциальную поддержку до вершины бычьего рынка в конце 17 и многие конечно смотрели на эту модель и ожидали от нынешнего цикла чего-то похожего но суть рынков в том что каждый цикл на самом деле уникальный и они конечно же похожи в конечном итоге но внутри этих циклов наблюдается полная свобода поведения цены так что прямо сейчас я знаю многие люди паникуют видя эту 50 процентную коррекцию и они думают что это пойдет дальше пойдет дальше вниз что возможно четырехлетний цикл уже закончен такие размышления достаточно уместны но знаете такое поведение зачастую является не очень рациональным рынках многие из таких людей заходят в позицию не вовремя и выходят из нее не в нужном месте и потом покупают обратно когда все уже вылетели и говорят о супер циклах и люди начинают добавлять добавлять на свою позицию начинать заимствовать средства на уровне в 50-60 тысяч долларов набирают кредитные позиции в такое неправильное время после этого приходит 50 процентная коррекция и вымывает всех тех кто не был готов удержать такое движение и для кого эта позиция становится фатальной потому что они вошли не в нужное время не в нужном месте но лично я все еще остаюсь в этом четырехлетнем цикле я думаю мы просто увидели хорошую встряску я вижу достаточно серьезное вовлечение крупных игроков правительств фондов гораздо больше новостей в этом цикле больше внимания но мы видим волатильность волатильность здесь волатильность с нами останется здесь и когда ты смотришь на графики когда я смотрю на этот график и говорю отдались на месячный таймфрейм на квартальный да это большая свечка и до рынку будет не просто восстановиться после 50 процентной коррекции но вот мы находимся здесь прямо на 10-месячный скользящий средний и лично я не вижу уровень 60 тысяч долларов в качестве пика этого бычего цикла да это было жестко сентимент был достаточно экстремальный в этот момент жадность зашкаливала но была ли это лопающаяся вершина нет это было ровно закругляющаяся спокойная коррекционная консолидация это всего лишь 3 икса с предыдущего all-time high 17 года так что я очень сильно сомневаюсь в том что это конец очень сильно если вы посмотрите на предыдущий бычьи рынок например то это заняло 27 недель чтобы переписать предыдущий all-time high и в этом цикле это заняло всего 21 или 22 недели это произошло раньше и мы улетели сильнее принципе также как вот здесь девятнадцатом году мы также улетели преждевременно и сильно и потом вернулись на консолидацию и развернулись вот здесь вот очень сильно ложным пробоем вниз я думаю мы снова здесь также очень резко преждевременно выросли и теперь поэтому видим более глубокую консолидационную коррекцию также нужно понимать что у нас вошли очень крупные институционалы на уровне примерно в 10 тысяч долларов 20 тысяч долларов и в отличие от нас с вами у которых скажем так небольшие позиции в соотношении с ними в отличие от нас кто видит это больше долгосрочной перспективе кто видит это как жизнеизменяющую новую монетарную систему не все институционалы видят это таким образом потому что есть просто институционалы которые хотят сделать деньги за квартал или за два квартала и просто поймите что биткоин за эти полгода поднялся уже на 5 или на 6 иксов и сделал им 500 процентов на их портфолио что они будут делать конечно же они продадут часть этой позиции если даже не все и они хотят реализовать этот профит и вернуть свои средства в свои фонды и возможно даже откупить снова цену где-то в районе поддержки так что таким образом мы видим массивный период аккумуляции и распределения так что я думаю это займет какое-то время чтобы реаккумулироваться и после того как мы пройдем эту фазу реаккумуляции что может произойти и в конце лета или даже в осенью я думаю что вершина четырехлетнего цикла все еще где-то высоко и может быть даже не там где я думал конце этого года как я изначально думал базируясь на предыдущих двух циклах я думаю что этот цикл базируясь на том как он сейчас ведет себя потребует может быть большей стадии аккумуляции так что нет причины по которой этот цикл не мог бы закончиться скажем в апреле следующего года но многие люди наверное задаются вопросом что насчет похода обратно на 20000 или может быть медвежий рынок уже начался и мы дошли до своей вершины и еще раз я не думаю что это так я не верю в то что бычий рынок закончился и медвежий начался могу ли я утверждать об этом на сто процентов нет не могу потому что рынки могут удивлять и мы никогда не знаем в конечном итоге и если ситуация в которой 20000 мы можем потрогать да она есть я бы дал этому 10 20 процентную вероятность мы можем также поконсолидироваться еще месяц-два и увидеть капитуляцию обратно к уровню пика семнадцатого года так что это тоже один из вариантов которым нам нужно быть готовыми и я сложил несколько клипов предыдущих клипов где я говорил о своих ожиданиях о рынке и что он может сделать и о том как мы не хотим находиться в этом абсолютном мышлении так что просто послушайте этот небольшой клип и после этого я вернусь должно ли это работать таким способом каким это не работает можем ли мы ожидать двойной вершины в 20000 в этом четырехлетнем цикле и опуститься обратно на 3 есть такая возможность и я не хочу чтобы вы думали что цикл отыграется таким способом я верю что это произойдет базируясь на долгосрочном таймфрейме как цикл 16-летнего актива я думаю что мы все еще в долгосрочном бычьем рынке по биткоину и в таком сценарии вот во что я верю гораздо более вероятно произойдет и вот почему мы все еще должны быть начеку должны быть готовы к альтернативным сценариям и мы можем быть готовы к каким-то боковым движением на несколько лет что допустим мы дойдем до 20000 потом пойдем на несколько лет в бок и потом следующие несколько лет но вы поняли более боковое движение это тоже возможность поэтому вот почему я говорю что когда вы инвестируйте сегодня вы входите где-то рядом с одном четырехлетнего цикла и вы должны инвестировать деньги которые вы можете себе позволить не то чтобы потерять никто не хочет потерять все но вы не ставите все на это правильно это не должно оказать катастрофическое влияние на вас на вашу семью если вы закинете слишком много в этот момент не знаете если мы отсюда улетим на 100 иксов или даже пускай на 30 иксов вам не нужно инвестировать в это больше чем давайте скажем 10 процентов от вашего благосостояния даже это много и вам не нужно столько потому что это и так будут очень массивная прибыль не нужно класть слишком большой капитал в этот момент если вы смотрите на потенциал и думаете о том чтобы завладеть частными островами и дорогущими спортивными машинами что произойдет если вы не сможете просидеть в моменты больших капитуляций которые рынок обязательно будет устраивать и будут крупные вытряхивания капитала слабых рук я говорю про 20 30 40 процентной коррекции внутри этого периода в какие-то моменты которые обязательно будут как минимум две-три штуки таких коррекций будут и если вы действительно вложите все или слишком много в это вы не сможете удержать до конца этого ралли вы по любому продадите часть или продадите все и будете уже в нежеланной позиции вы не сможете сфокусироваться на плане и на четырехлетнем цикле и иметь целую позицию которая вам нужна окей когда вы смотрите на долгосрок вам нужно считаться с рынком в краткосрочной перспективе мы всегда не знаем куда пойдет цена в сроки также как мы не знали что она пойдет вот здесь если вы посмотрите мои предыдущие видео то вы увидите что я говорил конечно о том что bitcoin может пойти здесь просто безоткатно наверх но скажем так это была не основная моя версия не основное мое ожидание когда мы набирали позицию вот здесь я думаю мы встретим большее сопротивление вот здесь в районе 6000 я думал мы будем мяться в боковике какое-то время не только может быть в августе или позже начнем пробиваться уже выше 7000 и уже через следующие 6 7 месяцев только пойдем выбивать 20000 но это произошло гораздо быстрее чем я думал чем я ожидал и теперь на обратной стороне медали я могу сказать что это может сделать что-то чего мы снова не ожидаем это может снова упасть в моменте и причина тому что если мы не готовы к резкому падению 30 40 процентному падению не готовы держать всю нашу позицию на таких коррекциях это все базируется на страхе и некоторые аналитики которые работают по системе волн эллиот и говорят что биткоин вернется снова ниже 3000 типа правительство соединенных штатов собирается забанить биткоин и всякое такое все это конец все что угодно может произойти так что смотрите много всяких вбросов много неуверенности смешанный нарратив я готов к тому что цена может сходить вниз в краткосроке и коррекции будут по любому и вот когда они будут надо понимать что это просто часть процесса эта часть инвестиции часть роста и это по факту новая технология новый класс активов и будут массивные волатильные движения даже такие как вот был 85 процентный медвежий рынок и даже в бычьем рынке вы можете увидеть 40 50 процентов коррекции с вершины и реальность в том что это очень высокорисково спекулятивный рынок которым движет чистая спекуляция и реальность в том что мы увидим будем продолжать видеть в будущем эти массивные движения вверх и вниз так что в чем здесь мысль в том что ходлер и инвестор кто держит это 3-4 года эти мини циклы которые набирают по 100 200 300 процентов и потом падают по 40 50 60 процентов это просто часть большего пути часть большего цикла и нам нужно быть готовыми с вами что мы будем видеть такие циклы такие мини цикла внутри большого цикла и все еще чувствовать себя нормально при этом и этот не противоречит нашим ожиданиям так что мы просто принимаем эти факты и фокусируемся на более долгосрочной перспективе на более долгосрочной цели которая является вершиной глобального цикла 4-летнего цикла потому что это является наиболее вероятным что мы продолжим восходящее движение исходя из статистики истории не исключая того что мы увидим вот такие вот массивные коррекции внутри или даже коррекции медвежьей рынке на кратко срочных или даже на средне срочных таймфреймах не забывая о том где мы на самом деле находимся как я уже говорил в предыдущих видео и практически в каждом видео что никто на самом деле не знает как пойдет цена ни в биткоине ни в каком-либо другом классе активов если бы это было так просто если бы мы знали в каких-то абсолютных значениях то не было бы вопросом вы просто знали но мы не знаем мы планируем эти события мы подготавливаем правильный настрой мышления и стараемся быть терпеливыми и вот мы пробиваем all-time high и даже на пути наверх мы должны быть готовы к 30 40 процентным коррекциям например 30 процентная коррекция на уровне 100 тысяч долларов это будет коррекция на 30000 долларов мы можем увидеть в будущем ситуации где мы ударяемся в 100 тысяч падаем на 70 и видим как смывает все маржинальные позиции и после этого мы улетаем на 200 тысяч так что мы должны быть готовы к такому и это не будет легко я вам гарантирую что когда мы будем на 100 тысяч долларов это будет очень нелегко усидеть на этом быке родео базируясь на таких сильных коррекциях так что не имеет смысла сидеть и мечтать о том как много денег вы заработаете скорее нужно мечтать о том как вы пересидите просадки быть готовыми к тому что они придут вот у нас недавно был к вид там посмотрите какая сильная капитуляция была в марте с коронавирусом многие уже думали что этого не произойдет но это произошло и также многие пропустили вот это большое движение так что мы должны быть готовы к будущему и должны быть готовы к таким штукам и если по какой-либо причине биткоин находит вершину рана в этом цикле где-нибудь на 60 70 80 тысяч долларов и разворачивается в медвежий рынок на два года и может быть падает снова опять на 20 или на 25 тысяч долларов это тоже возможность которую я не вижу прям как основной сценарий но это всегда возможность и если такое произойдет то это нормально мы все еще сможем делать какие-то деньги это та цена которую мы платим за то что находимся на этом рынке и резюмируя все эти клипы я думаю вы цените эту информацию то что никто не знает куда идет рынок если я обычно даю вам какую-то уверенность и какое-то предсказание цены в этом четырехлетнем цикле то я думаю эта серия клипов напомнит вам что на самом деле никто ничего не знает и даже я не знаю точно как это произойдет у нас есть сильное убеждение что биткоин пойдет гораздо выше да я в это верю я думаю многие в это верят и тому есть причины как и фундаментальные так и технически и на макро уровне с точки зрения широкого принятия массовой адаптации почему биткоин одержит победу и станет успешным и впитает в себя капитализацию гораздо больше чем один триллион долларов и почему он может стоить в 10 раз дороже чем сейчас не в таком далеком будущем но ничего не происходит быстро в инвестициях ничего не происходит завтра ни в каком классе активов и мы должны быть разумными в наших ожиданиях и тот способ которым мы управляем этим в этом классе активов это во-первых инвестиция на максимально ранней стадии и также возможно определение каких-то зон где мы забираем часть прибыли чтобы комфортнее потом высиживать просадки и управлять своим риском я знаю многие молодые ребята могут не согласиться с моей техникой с моим подходом того что не нужно инвестировать в это больше 10 процентов своих активов и они скажут нет ты должен инвестировать все нужно идти all-in на всю котлету и кто-то может быть может инвестировать все и продержать весь этот цикл это все зависит от вас вы можете так сделать потому что вы моложе вам нечем рисковать да у вас может быть нет семьи детей каких-то обязательств и если bitcoin не одержит победу по какой-либо причине вы будете примерно в такой же позиции но для других людей у которых может быть большее благосостояние или кто смотрит на десятилетия вперед и если они с трудом добывали свой капитал они просто не могут себе позволить рисковать всем поскольку это повлечет за собой такой большой стресс чтобы управлять такой позиции когда будут 50 процентные просадки могут повлечь за собой капитуляцию или продажу в неправильное время или покупку в неправильное время и усреднение по пути так что самая лучшая стратегия конечно же забраться как можно ранее в этот рынок и меньшие позиции могут в итоге по доходности перегнать гораздо большие позиции которые будут по дороге все время усредняться и паниковать на капитуляциях и мы об этом говорили также в одном из более ранних видео так что я хочу освежить немного в вашей памяти еще один клип просто мы хотим позицию в биткоине чтобы прокатиться на этом четырехлетнем цикле взять эту возможность чтобы смочь пройти этот серьезный путь к финансовой свободе но мы не должны подходить к этому как к тому что мы станем отвратительно богатыми если вы хотите быстро стать богатыми то вы скорее всего закончите без денег обычно такие люди теряют деньги и это действительно сложно будучи переморжованным с большим плечом держать позицию с большим кредитным плечом держать такую ходовую позицию и удержаться на таком спекулятивном волатильном активе как биткоин гораздо лучше иметь разумную позицию позицию разумного размера с которой вы сможете комфортно спать ночью не просыпаться в 4 утра чтобы проверить цену биткоина или когда у биткоина допустим очень плохая неделя вы тоже эмоционально находитесь в стрессе просто потому что размер плеча размер вашей позиции не пропорционален вашей общей денежной ситуации вашему жизненному стилю здоровому риск менеджменту так что лично для меня аллокация в цифрах это максимум 10 процентов моих ликвидных активов которые у меня есть для меня я все еще хочу владеть бизнесами владеть недвижимостью владеть акциями на рынке владеть золотом владеть другими активами и это для меня всего лишь один из компонентов всей моей инвестиционной стратегии моего инвестиционного портфеля так что иметь распределение больше чем 10 процентов в биткоине мое мнение даже несмотря на то что возможности такие крутые это я бы не назвал это опрометчивым но это не необходимо я думаю что распределение в 20 процентов это было бы уже безрассудным даже если биткоин сделает 50 иксов это просто не имеет смысла ни к чему даже если мои 10 процентов сделает 50 иксов уже цель моего четырехлетнего путешествия будет выполнена это уже сделает мне 300 или 400 процентов на все мое портфолио вместе взятое вот перспектива которую я думаю мы все должны принять и понимать нормальная возможность которая лежит на дороге сейчас принять более устойчивое распределение портфеля которая поможет вам видеть это как один из компонентов вашей общей большой стратегии и в то же самое время что будет очень важным это осознать эту награду если мы дойдем так высоко потому что очень многие считают себя ходлерами запрыгивают не пойми по какой цене и продают в итоге по 10 тысяч по 7 тысяч ниже чем купили по 12 тысяч или по 18 если вы собираетесь так делать или уже это делаете то уменьшите свое распределение до комфортного размера которым вы сможете держать позицию спокойно даже если биткойн упадет на 15-16 тысяч долларов и на 100 тысяч долларов и на 150 тысяч долларов вы будете спокойно держать в то время как очень немногие смогут спокойно лететь на этой ракете не продавая и не покупая в ненужное время так что эта стратегия без трейдов эта стратегия ходал инвестиционная стратегия и мы в итоге скажем да все окей это то что мы планировали чтобы не случилось ценой потому что мы дойдем до цели у нас есть план и мы будем его придерживаться до конца я говорил с вами очень очень много раз про размер позиции многие люди думают что размер позиции не так важен особенно в долгосроке но это неправда размер позиции это абсолютно критическая штука для всех трейдеров и инвесторов очередная причина по которой я продолжаю говорить в каждом видео о том что ваша позиция должна быть структурирована таким образом что вы могли спать спокойно ночью и не обращать внимание на 30 40 процентные просадки в рынке чтобы это вас не вытряхивало полностью из вашей же стратегии из вашей позиции и я знаю это я понимаю это потому что я получаю постоянно вопросы email и звонки не все из вас многие из вас достаточно сильные но также многие капитулируют и продают все время в неправильное время в неправильном месте и так если ваш таймфрейм это три года и вы позволяете себя вытряхнуть за три месяца с рынка значит вы идете против себя против своих же убеждений своих целей и вы позволяете краткосрочной волатильности диктовать вам свои условия многие люди спрашивают меня сейчас что я делаю продаю ли я свои биткоины и ответ прост я не продаю ни одной монеты у меня не было мысли продавать ни на вот этой вот коррекции не здесь я может быть наоборот докупил бы еще пару биткоинов сейчас потому что причина по которой я зашел в это долгосрочное путешествие это было зайти раньше всех вот здесь вот в начале нового цикла и вера в эту инвестицию в эту позицию я не трейдер я инвестор я не позволил вытряхнуть себя с рынка даже близко не подпустил эти мысли после 50 процентной коррекции причина была чтобы зайти как можно раньше в этот четырехлетний цикл в том чтобы иметь сильные руки в этом рынке и веру в то что это для меня инвестиция а не трейд я трейдю понемножку постоянно биткоинами с целью увеличить свою ходу позицию небольшим объемом на краткосрочных таймфреймах но с перспективы ходу и четырехлетнего цикла это инвестиция и я верю в нее и по этой причине я держу и не продаю никакие биткоины к сожалению многие кто купил биткоин они видят только одну сторону этого это восходящий потенциал и замотивированы только жадностью но не логическим размышлением так что как и любой другой актив который я положил свою инвестиционную корзину як отношусь я отношусь к этому как к инвестиции и инвестиции сопряжены с риском с возможностями и потенциалом и это та причина по которой я распределяю свой капитал для меня здесь нет места чувствам и эмоциям когда мы говорим об инвестициях когда инвестиция становится слишком эмоционально для вас это означает что вы инвестировали слишком много больше чем вы готовы себе позволить и рискуете большим объемом чем готовы или ваши ожидания не сходятся с тем что вы видите не вы не цените риск не оцениваете риск и не понимаете потенциал так что очень важно смотреть на потенциал и что этот потенциал для вас значит иначе вы станете слепым к этим возможностям просто их не увидите не распознаете и дойдете до точки где вы будете экстремально эмоциональной и подвержены стрессу так что могу сказать что моменты такие как вот типа мы сейчас видим в момент корона дамб если вы не можете удержать под контролем такую ситуацию значит вы эмоционально очень сильные вовлечены имеете слишком большой размер позиции так что да когда у вас ваши инвестиции движет жадность так что многие ребята кто сейчас прыгают в рынок они просто не понимают дисциплину инвестиций и не готовы к таким потрясениям и как результат они себя находят в ситуации когда им приходится продать свою позицию в убыток или ситуации принудительной продажи в случае ликвидации маржинальной позиции ребята я трейдил 25 лет я видел много бычьих рынков я сделал очень много денег на некоторых бычьих рынках и также потерял много денег на медвежьих рынках так что я думаю я выучил какие вещи про бычьи и медвежьи рынки и одна из этих вещей это то что вы никогда не теряете всю свою позицию потому что многие люди сейчас являются жертвами этого они видят потенциал видят долгосрочный тренд и думают они могут извлечь еще больше выгоды из этого пытаясь выходить в нужный момент и перезаходить в более по более низкой цене я хочу вам сказать что бычий рынок может быть непростителен для тех кто пытается так сделать пытается предсказать на краткосрочных таймфреймах если вы пытаетесь определить откат и видите что выходите из рынка и видите как рынок убегает от вас и потом вы не хотите уже снова покупать потому что у вас уже более высокая цена входа и рынок будет продолжать продолжать подниматься и вы будете находиться в ловушке вне рынка и по факту потом обязательно случится откат и наиболее вероятно что этот откат случится именно в тот момент когда вы купите когда вы обратно купите потому что это будет локальный пик и это будет болевая точка для вас потому что вы попадете как раз на откат рынка на локальный разворот и он даст вам 30 40 процентную коррекцию и опять же вы будете в ловушки зайдя по высокой цене с большей позиции и эмоционально вовлечены в больший риск который будет влиять на вашу психику вместо спокойной ходу стратегии и так цель этого всего в том чтобы удерживать позицию которая не настолько экстремальна не настолько велика позиция которая заставляет вас не спать всю ночь и проверять цену с утра в 6 утра когда вы просыпаетесь а иметь позицию которая в то же время все равно очень жизнеизменяющая и значимая для вас но такая которую вы можете удерживать вы можете удерживать и открытый профит который у вас есть нереализованную прибыль и осознавать эту прибыль и жизнеизменяющие вещи как я сказал ранее если вам нужно забрать немножко по пути наверх это тоже нормально я забрал немного по 28 тысяч и люди сказали о да ты слабак он пойдет гораздо выше да я знаю что он пойдет гораздо выше не проблема но суть в том что я просто хочу забрать немного забрать свою первоначальную инвестицию чтобы потом не продавать в неправильное время в будущем так что планируете такие штуки тоже как часть стратегии по пути на 250 или 300 тысяч долларов где вы будете забирать по чуть-чуть прибыли это абсолютно нормально каждый раз когда вы принимаете инвестиционное решение по своей же стратегии вы побеждаете а вот каждый раз когда вы принимаете решение вне своего плана базируясь на движении рынка наиболее вероятно что вы не извлечете выгоду из этого если оно не было в ваших планах вашей стратегии то оглядываясь назад уже по прошествии циклов вы увидите что скорее всего вы делали это зря так что ключ здесь в том чтобы с правильным размером позиции в соотношении с вашим капиталом с правильным настроем мысли с правильными ожиданиями уверенности в этом бычьем рынке четырехлетнем цикле и ожидаемой волатильности которая приходит и вы можете видеть что все это просто часть этого большего путешествия к нашей конечной цели которая все еще находится далеко волатильность не нова для биткоина волатильность это не что-то новое для биткоина и что происходит когда вы смотрите на портфолио с момента пика и видите сильную просадку начинаете бояться того что вы теряете потому что у вас слишком большая позиция которую вы не можете удержать эмоционально и мысленно и слишком большая позиция будет означать что вы продадите ее в неправильное время купите больше еще опять в неправильное в другое время и просто потеряете очень хорошую среднюю точку входа через время пытаясь угадать эту экстремальную волатильность рынка пытаясь обыграть рынок и повышая среднюю цену гораздо выше очень сильно пытаясь увеличить свою прибыль это не лучшая затея так что еще раз правильное распределение вашего портфеля даст вам спокойствие даже в самом хреновом сценарии если мы упадем на 20 тысяч долларов это не основное мое ожидание опять же но возможность и вот такое тоже может произойти и разумное распределение вашей позиции и правильный способ мышления поможет вам и избежать поспешных решений и уберечь вас от ошибок и вот вы можете видеть что моя первоначальная инвестиция была в 100 тысяч долларов я купил 30 биткоинов и нахожусь сейчас в прибыли на миллион сто семьдесят три тысячи долларов и мое портфолио сейчас составляет миллион двести тысяч я немного усреднял свое портфолио еще парой покупок по 5 биткоинов в марте 20 я на капитуляции купил 5 биткоинов и в декабре я продал 5 на двадцати восьми тысячах и это первоначальная сотня тысяч долларов уже принесла почти миллион двести долларов и как я уже вам объяснил с минимальным стрессом отсутствием головной боли и меньшим менеджментом всего этого так что посмотрите на эту позитивную динамику да рынок упал на пятьдесят процентов но он падал уже на пятьдесят процентов в марте двадцатого в сентябре девятнадцатого по моему короче это происходило уже много раз в этом цикле и в прошлых циклах так что мы не знаем дошел ли этот рынок до вершины он конечно может быть дошел до вершины с точки зрения возможностей и вероятностей но с правильным распределением активов и с правильным мышлением мы можем спокойно это все воспринимать и посмотреть даже как мы сможем пережить самый плохой сценарий но прямо сейчас фокусируйтесь на факте что я лично не верю что четырехлетний цикл закончен мы может быть увидим еще немного более низкие цены но в целом я верю что этот бычий рынок продолжится и восстановится и это всего лишь вопрос когда а не вопрос если поэтому еще раз ребята разумное распределение портфеля это то что вам поможет пережить любые просадки и выдержать весь четырехлетний цикл который будет иметь жизнеизменяющий эффект для каждого из вас спасибо большое что смотрели надеюсь вам понравилось это видео вы лучше берегите себя вот такой вот профессор боб лукас подписывайтесь на боба по ссылке из описания если понимаете английский перевел озвучил грине всем большое спасибо подписывайтесь на наш канал крипто комманс и также на наш второй канал крипто комманс 2 0 ссылка на который внизу в описании ну и всем профита до новых встреч пока